Вильтищевские пятницы. Цикл еженедельных клинических разборов от ведущих экспертов страны по педиатрии и смежным специальностям. Совместно с НИКИ педиатрии и детской хирургии имени академика Юрия Евгеньевича Вильтищева. Разрешите начать нашу сегодняшнюю пятничную конференцию. Сейчас передаю микрофон руководителю клиники нейрохирургии Зименко Дмитрий Юрьевич. Пожалуйста. Доклад посвящен нашим успехам в лечении детей со спинномозговыми грыжами. Той системе, которую мы создали впервые, насколько я знаю, в нашей стране, помощи детям со спинномозговыми грыжами и, соответственно, их родителями. Это заболевание относится к разряду редких, встречается у одного-двух на тысячи новорожденных. И, таким образом, у нас в стране рождаются не более полутора тысяч детей со спинномозговыми грыжами. И вот тот факт, что это заболевание редкое, то, что это порог центральной нервной системы, который, по убеждению неврологов, обшир-гинекологов и других специалистов, является несовместимым жизнью. Или сопровождается глубочайшей инвалидностью и создает неблагоприятный орел для этого диагноза, который звучит практически как приговор. И я бы как раз хотел и обсудить эти мифы. Редкость заболевания. Ну, на самом деле, как-то не парадоксально звучит, но люди со спинномозговыми грыжами живут столько, сколько им отпущено, и живут в большинстве случаев полноценной жизни. И если брать даже 60-65 лет продолжительной жизни, то у нас в стране как минимум 90-100 тысяч людей со спинномозговыми грыжами. И это в полтора раза больше, чем население моего родного любимого города, всем известного города Ялта. Если говорить о втором мифе, о том, что это порог, который несовместим с жизнью или сопровождается глубочайшим поражением не только нервной системы, но и опорно-двигательного аппарата, и чипововой системы и прочих, то, чтобы разобраться с этим мифом, я взял на себя смело все-таки напомнить вам, что такое спинномозговые грыжи. Это, на самом деле, дефект поздрочного канала, то есть он не закрывается. И это происходит на 17-30 сутки гистации, когда нервная трубка, ой, нервная пластина должна сворачиваться в трубку. Если этот процесс нервуляции нарушается, то и образуется тот самый дефект, который мы знаем, спинномозговая грыжа. Если это на начальных стадиях, то грыжа формируется на верхнем уровне. Если это в конце, там, на 28-30 сутки, то это уже пояснично-кризисовый отдел. И симптоматика зависит от того, как высоко расположена грыжа. Чем выше она расположена, тем больше отделы спинного мозга поражены. Но симптоматика зависит не только от локализации грыжи, но и от содержимого грыжевого мешка. Вообще, спинномозговые грыжи делятся на два вида. Открытые и закрытые. Потому что грыжи – это наличие костного дефекта, так называемого спинномозгового оккульта. Но не всегда в этот костный дефект выбухают оболочки и содержимое спинномозгового канала. Вот если это спинного бифидооккульта, то, а это состояние я описал еще Верхов 150 лет назад, то это состояние в большинстве случаев протекает бессимптомно. Но если мы видим какие-то стигмы на спине, втяжение, родимые пятна, гипертрихоз и так далее, то это повод для проведения как минимум магниторизнатской томографии, потому что под кожей могут скрываться серьезные проблемы – липомы, дермоиды, термальные свечи, которые в последующей жизни могут привести к большим проблемам. Другая форма – это менингоцели, когда в костный дефект выбухают только кожа, оболочки, и этот мешок заполнен жидкостью. Конечно же, у таких детей нет никаких неврологических упадений, требуют только косметической операции. А вот форма, когда грыжевой мешок выпадает и спиной мозг, и корешки, то есть это менинго миелорадикулыцели, это самая грозная форма, она всегда сопровождается не только дефектом костным, но и кожным. И как раз не костный, а кожный дефект приводит к возникновению всех нам известных проблем и нервной системы, и мочеполовой, и так далее. Почему кожный дефект? Потому что еще внутриутробно у ребенка развивается ликварея. Ликвар из кожного дефекта вытекает в околопной плот, но это формирует градиент давления между полостью черепа и спинномозговым каналом. И по этому градиенту, в каудальном направлении, смещается мозжечок и формируется тот самый синдром Арнольда Киарри, который всем вам известен. Вклинившийся мозжечок пережимает пути оттока ликвара из желудочной системы, развивается гидроцефалия. Сдавливает область, то есть вход в центральный канал спинного мозга, развивается сиринг и миелия. Вторая причина неврологических выпадений, это локальное воздействие околоплодных вод на спинной мозг и корешки как раз в области кожного дефекта. Потому что с 27 недели повышается кислотность околоплодных вод, и вот эта кислота воздействия на спинной мозг корешки как раз их и разрушает. И мы видим, когда на ультразвуке на 18-19 неделе мы обследуем детей, мы видим, что у них нет ортопедических нарушений, у них активно двигаются ноги, но к рождению эти движения пропадают и формируется патологическое колесовое положение стоп и так далее. Можем ли мы предотвратить эти проблемы? Конечно, можем. Еще 10 лет назад исследование МОС показало, что внутриутробные операции могут предотвратить развитие всех вышеуказанных проблем или большинства, или в несколько раз сократить их выраженность и количество. Для этого проводятся внутриутробные операции, операции по герметизации ликварной системы. Мы сейчас участвуем в пренатальных консильмах в Институте Кулакова и также проводим внутриутробные операции по закрытию или по удалению спинно-мозговых грыж как раз для герметизации ликварной системы. И мы буквально на 3-5 сутки видим, как уже сформировавшийся синдром Арнольда Керри, то есть миндалики мозжечка опущены в затылочное отверстие, буквально на 3-5 день поднимается, синдром исчезает. Соответственно, и уходит гидроцефалия и прочие проблемы. Это фотография из центра Кулакова, где сидит академик Сухих, наши бразильские коллеги, потому что мы учились и в Германии, и в Швейцарии, и в Америке, и в Бразилии. И привезли как раз коллег из Бразилии, потому что у них самый большой опыт. Потому что вот Серхио Кавриера, который сидит для вас справа, у него на тот момент было больше 350 операций внутриутробных. Это только по спинно-мозговым грыжам. Не могу не похвастаться, осенью этого года мы провели первую конференцию по диагностике лечения детей со спинно-мозговыми грыжами в нашей стране. Но, к сожалению, ни врачи, ни родители не информированы о том, что такая возможность есть, или недостаточно информированы о том, что такая возможность есть. И большинство детей, которые к нам обращаются, это дети, которым диагностированы спинно-мозговые грыжи, уже позже 27-й недели. Потому что оптимальные сроки для проведения внутриутробных операций это 24-27-е сутки. Ой, извините, неделя гистации. Виноват. И к нам обращаются уже 28-30-е недели. И по договоренности с клиникой к шерстной гинекологии мы детей наблюдаем и разрешаем в Кулаковском центре. И дальше мы смотрим, если эта грыжа сопровождается ликвареей, то мы переводим детей в 9-ю больницу имени Спиранского. И там оперируем в первые сутки. Почему в первые сутки? Для того, чтобы герметизировать ликварную систему и предотвратить инфицирование, ну и вторичное поражение центральной нервной системы. Сама по себе операция, зачастую, несложная, как в данный случай. Нет никаких проблем с кожной пластикой. Но бывают грыжи, которые занимают практически половину спины. И тут требуются, конечно, навыки пластического хирурга, потому как нужно использовать различные формы пластик. Но, несмотря на то, что зачастую это бывают довольно сложные задачи, сами по себе спинно-мозговые грыжи, как вы уже поняли, только вершина айсберга, а основные проблемы как раз выявляются в последующей жизни. И в первую очередь это нейрохирургические проблемы. Это гидроцефалия, сингемиелия, синдом Арнольда-Киария, фиксированный спиной мозг, рахноидальные кисты, липомы, дермоиды. И дальше по списку это огромное количество нейрохирургических проблем. И все мы их решаем у нас в институте. И у нас сейчас, ну, будешь собрать, но 4-5 операций подобных в неделю проходят. Для лечения гидроцефалии, конечно же, основным методом является шунтирующая операция, потому как ни эндоскопии, ни эндоскопии в сочетании с коагуляцией сосудистых сплетений должные эффекты не дают, потому как из-за синдрома Арнольда-Киария выключена практически треть всей ликварной системы, то есть спинно-мозговой канал с его сосудистыми сплетениями. И даже удачно проведенная эндоскопическая операция, к сожалению, полностью не может купировать гидроцефалию. Поэтому и решунтирующие операции, если они выражены синдромом Арнольда-Киария, это декомпрессия задней черепной ямки. Для того, чтобы убрать с давления мозжечком ликварных путей. Синдром Арнольда-Киария, я рассказал, что это единственный методом лечения этого оптологического состояния, это декомпрессия задней черепной ямки, то есть мы выкусываем первую иногда, дужку первого-второго позвонков и задние отделы от затрученного отверстия. Сирингемиилия. Сирингемиилия, как я сказал, возникает в результате того, что мозжечок сдавливает вход в центральный канал и зачастую достаточно сделать декомпрессию задней черепной ямки для того, чтобы этот вход открылся, и сирингемиилия в подавляющей большинстве случаев разрешается. Если нет, тогда мы делаем дренирование полостей, которые находятся внутри спинного мозга, или в субаракноидальные пространства, или, как при гидроцефалии, из сирингемиолитических полостей в брюшную полость. Должен сказать, почему же происходит сирингемиилия, то, что очень часто задают коллеги этот вопрос, если ликва попадает в спинномозговой канал, почему же он обратно не выходит? Дело в том, что в систолу полущерепа бросается 13-15 мл крови, и создается повышенное внутречерепное давление, пульсовая волна, которая вколачивает ликва в центральный канал. К сожалению, и спинного мозга таких усилий, и сам спинного мозга такие усилия создать не может, чтобы вытолкнуть жидкость обратно, поэтому жидкость постепенно и накапливается в полости спинного мозга. А по поводу сирингемиилия я уже сказал, какие операции. Следующая патология – это фиксированный спиной мозг. Почему мы его оперируем? Есть фиксация, есть. К сожалению, все операции по поводу удаления спинномозговых грыж результируются в фиксации спинного мозга и корешков в рубце. В рубце не придумали еще нейрохирурги способа, как это предотвратить. Поэтому если мы удаляли спинномозговую грыжу, то в дальнейшем требуется расфиксация спинного мозга. То есть мы выделяем из рубца спиной мозг и корешки. Это возможно только под нейромониторированием, потому что в рубце зачастую невозможно дифференцировать, что это рубец или это корешок. И чтобы не повредить последнее, мы, конечно, прежде чем что-то пересечь, мы дважды или трижды прозванием, чтобы убедиться, что это действительно рубцовая ткань. Почему мы это делаем? Потому что по мере роста позвоночник удлиняется, а спинной мозг в фиксированной зоне, как резинка, растягивается. Это приводит к нарушению микроциркуляции, к повреждению спинного мозга. Это приводит натяжение к тому, что корешки спинного мозга меняют свое направление, пережимаются. Это тоже приводит к соответствующей неврологической симптоматике. И мы как раз оперируем для того, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения спинного мозга и корешков. И, как видите, все нейрохирургические проблемы, они взаимосвязаны, потому что гидроцефалия может усугубить Арнольда Киария. А Арнольда Киария, давя на мужичок, сверху еще больше его колачивает спинномозговой канал. Сындром Арнольда Киария вызывает гидроцефалию и так далее. То есть все эти патологии взаимосвязаны, и все мы их успешно решаем в нашей клинике. Но помимо нейрохирургических проблем, конечно же, есть и ортопедические. Я уже говорил, что они вызваны как раз пороком развития центральной нервной системы, потому что повреждения спинного мозга и корешков приводят к порезам или параличам нижних конечностей, ну, в зависимости от того, где находится сама грыжа. Соответственно, у ортопедов довольно тоже большой фронт работы. Вот они, значит, проблемы со стопами, с подвоих тазобедренных, с калиозами, кифозами и так далее. У нас клиники, с которыми мы сотрудничаем. Также есть урологические проблемы, когда несинхронно работают сфинктеры, с темки мочевого пузыря. И здесь проводятся различные исследования, включая КУДИ, для того, чтобы определить, насколько, во-первых, хорошо работает эта система, во-вторых, нам необходимо определить, когда же пора проводить расфиксацию спинного мозга, потому что мы видим по картинке, что он зафиксирован, но сама по себе фиксация не есть повод для операции. Для нас важно уловить начальные моменты натяжения спинного мозга. И для этого мы и проводим исследование нейромиографии, рутинное, каждые полгода детям, особенно в тот период, когда они активно растут. Мы проводим нейроурологические исследования, чтобы опять на самых начальных стадиях поймать ухудшение. И это для нас как раз и является показанием для расфиксации, потому что даже проведенная расфиксация, она не гарантирует ребенка того, что у него повторно произойдет фиксация. Она, конечно, происходит на более высоком уровне. Во время операции убираем натяжение, но предотвратить повторную фиксацию, что, к сожалению, не всегда удается. И вот этот мониторинг позволяет нам проводить операции своевременно и предупреждать вторичные поражения спинного мозга. И, как вы видели, здесь огромный спектр проблем. И в лечении детей со спинномозговыми грыжами участвуют не только нейрохирурги, неврологи, ортопеды. Ну, список врачей вы видите на данном слайде. И, к сожалению, наша система здравоохранения устроена так, что, если мы хотим обследовать нефрологическое, мы должны его положить в отделение нефрологии и обследовать, ну, минимум 2-3 недели. А у ребенка еще есть нейрохирургические проблемы. А дальше мы должны положить его опять в отделение нейрохирургии и решать проблему. А у него есть ортопедич. И дальше по списку. И, в принципе, чтобы решить весь спектр проблем, которые у ребенка есть, он практически должен жить в стационаре. И чтобы решить эту проблему, мы вместе с профессором Белоев в клинике GMS организовали консилиум, где участвуют все вышеперечисленные специалисты. И мы кладем ребенка буквально на 3-5 дней. Иногда 10-12 врачей смотрят ребенка одновременно. Мы разрабатываем маршрутную карту в зависимости от того, какие проблемы вы вывели. И дальше, если нужно дообследование, проводим дообследование. Но через 3-5 дней у ребенка есть маршрутная карта, и дальше педиатр ведет этого ребенка. Мы точно знаем, где имеются лучшие специалисты. Мы с ними взаимодействуем и постепенно решаем все проблемы, которые у ребенка имеются, не только нейрохирургические. То есть мы сейчас создали систему, когда мы участвуем в генатальных консилиумах и решаем, можно ли ребенку сделать внутриутробную операцию, или надо делать прерывание, потому что там помимо порока центральной нервной системы есть еще как минимум 2-3 порока, которые вкупе являются несовместимой жизнью. Или считаем, что у ребенка имеются менингоцели, то есть несмотря на мешок рыжевой, ему не показана внутриутробная операция, потому что нет ликвареи, и соответственно эту операцию можно сделать и через месяц, и через два после рождения. Если ребенок родился, мы сразу же в первые часы поставляем показания для экстренной операции, или ее можно сделать через несколько дней или через месяц. Дальше, если выявляются анорохирургические проблемы, а я забыл сказать, что дети со спинно-мозговыми грыжами, вот этими с ликвареи, у них только 15-20% случаев при рождении диагностируется гидроцефалия. Потому что у них есть ликвареи, и желудочки за счет этого не раздаваются. Но когда мы оперируем грыжу, когда мы герметизируем ликварную систему, вот тогда как раз и стартует гидроцефалия, и это нужно оперировать сразу после постановки. Гидроцефалию нужно оперировать сразу, первые сутки, вторые, в зависимости от того, когда мы диагностировали гидроцефалию, чтобы опять же предотвратить перечное поражение головного мозга. Мы установили, что ликварея. Дальше переводим в больницу Спиранского, где вместе с профессором Кучером уже 15 лет оперируем детей с данной патологией. А прооперировали грыжу, какие-то острые проблемы решили, дальше мы детей направляем в клинику GMS, где проводим мультидисценарный консилиум и решаем, какие проблемы сейчас наиболее острые, и в зависимости от этого их и решаем. То есть у нас в структуре задействовано вот такое количество клиник, и насколько я знаю, это единственная система, единая, которая функционирует в нашей стране, и я думаю, что это пойдет на пользу детям. И на самом деле я добыл сказать, что дети со спинномозговыми грыжами в большинстве своем, они интеллектуально сохранны, они работают адвокатами, переводчиками и так далее. То есть несмотря на проблемы с опорно-двигательным аппаратом, с МЧПО системой и так далее, интеллектуально они, если их вовремя оперируют или решать проблемы с гидроцефалией, Арнольд и Кяри, они абсолютно нормально развиваются и полноценно участвуют в жизни общества. Спасибо за внимание. А если есть вопросы, постараюсь ответить. Я просто решил, что мы сегодня не будем доказать клинические случаи, потому что нам показалось гораздо важнее рассказать о той структуре, которую мы с вами делали. Ну, у меня такой вопрос. Значит, все эти пороки, перечисленные вами, они очень довольно часто связаны с наследственными заболеваниями. Значит, вопрос такой. Проводятся ли эти мобильных, которых вы оперируете, тесты пренатальные на выявление наследственных заболеваний, участвуют ли в консилиуме этот пункт, в консилиуме, который вы проводите вообще, учитывается это или нет. И введение этих больных, если там наследственные заболевания, это довольно часто бывает при перечисленных пороках. Учитывается, как ведутся эти больные, ну и операции отличаются ли они от оперирования нормальных детей или наследственных пораженных. Спасибо. Спасибо за вопросы. Если ребенок планирует саму треутробную операцию, конечно же, мы проводим генетическое исследование, берем генетические воды и, соответственно, ну и кровь исследуем. И если там есть какие-то генетические отконения, тогда мы обсуждаем вместе с генетиками целесообразность внутриутробной операции. Но спинномозговые грыжи, это, в общем, возникает не на... это не генетически детермирует, это за счет тертогенного воздействия. Это не наследственное заболевание. А, конечно, я уже сказал, что синдром Арнольда Киарри, да, это может быть генетическое, но в данном случае тоже синдром Арнольда Киарри, он является следствием грыжи спинномозговой. И за счет подтекания ликвы, то есть это не наследственное заболевание. Все поражения дальнейшей нервной системы опорно-двигательного аппарата, они как раз вызваны наличием спинномозговой грыжи. Если же на внутриутробную операцию мы ребенка не планируем, то, конечно, это уже пожелание родителей проведения данных исследований. Мы на них не настаиваем, потому что это уже решение самих родителей. Что касается того, какая-то врожденная или неврожденная патология, я ссылаюсь не на свой опыт, я ссылаюсь на данные литературы. Есть статьи, которые говорят, что, возможно, в 5-7% случаев нельзя исключить, что это наследственный фактор. Но по большому счету все сходятся к тому, что это все-таки возникает порог за счет тератогенного воздействия. Вот именно в те сроки, которые я сказал, некоторые говорят от 14-го до 26-го день, другие говорят от 17-го по 30-й день гестации. Я хотела, что вы можете добавить. Мы ведем учет пороков. Ну, естественно, дефекты нервной трубки, они у нас на первом месте. И спинномозговые грыжи, естественно, как самый частый порок из этой группы. Нужно справедливости ради сказать, что, конечно, тератогенные воздействия возможны, и доказаны в том числе и лекарственные препараты, но большая часть, особенно изолированная, это мультифакториальная, где есть наследственная компонента и средовая, да? Ну и плюс еще, конечно, некоторая доля синдромальных случаев. Так что здесь такая комплексная, сложная идеология. Спасибо. Ну, возможно, но, смотрите, у нас сейчас под наблюдением находится порядка 40 детей, которых оперировали внутриутробно. И все дети были исследованы генетически. И ни у одного не были выявлены. Но, смотрите, был вопрос по поводу того, как-то меняет это тактику нашего ведения подобных больных. Конечно, никак не влияет. Что касается внутриутробных операций в Бразилии. На самом деле, то исследование, которое проводили, оно было кристально чистое. Там брали только деток с определенной локализацией, с охранными движениями в ногах и так далее. Но сейчас показания расширены. Почему мы делаем внутриутробные операции? Для того, чтобы... Сейчас даже оперировать детей с явным отсутствием движения в ногах. Но, если мы оперируем внутриутробно, мы избавляем ребенка от гидроцефалии и со всех проблем, которые связаны в последующей жизни с лечением данного заболевания. Мы избавляем ребенка от синдрома Ардоль-де-Киари. А это тоже проблема, которую не всегда удается решить в последующей жизни. А синдром Ардоль-де-Киари сдавливает стол и так далее. Мы решаем проблему ребенка с с синдром Гамилией. И мы в разы улучшаем качество жизни детей. Поэтому наличие дефекта спинномозговой грыжи в сочетании с какими-то другими факторами никаким образом не останавливает нас в желании помочь этим детям. Если там, конечно, какой-то выявляется генетический порог, который априори является несовместимым жилью или который по факту является влияющим на полноценную жизнь, то, конечно, есть вопросы по поводу внутриутробных операций, потому что здесь же под риском еще не только ребенок, но и сама будущая мама, потому что это разрез на матке и соответствующие риски для последующих беременностей, ну и сложности, которые с этим возникают. Конечно, мы это все взвешиваем, прежде чем делать подобные операции. Ну, я тоже согласна, что эта операция у вас симптоматическая. Понятно, что вы помогаете тем и другим, но я не случайно спросила, какая разница введения этих больных с наследственной патологией и без. И учитывается, это надо вообще-то строго учитывать, и учитывается это строго или не учитывается. Вот основной был мой вопрос. А то, что симптоматически надо делать, это понятно, так же, как мы симптоматически лечим всех наших тяжелейших больных, даже в собственной ситуации. Спасибо. Спасибо за дискуссию. Уважаемые коллеги, есть еще вопросы? Вы говорили о 100 тысяч больных спинобифида, которые у нас в России, что ли, и они живут полноценной, нормальной жизнью. Правильно я поняла? Да? А вот у меня вопрос такой, вы оперируете этих детей, как вы их потом наблюдаете, и какой процент все-таки ваших оперированных детей живут полноценной уже взрослой жизнью? Спасибо, Владимир Владимирович, за вопрос. Но на самом деле он не так прост, как может показаться изначально, потому что мы много ездим по детским вдовам, по ДДИ, и к нам зачастую попадают дети уже в том возрасте, 7, 8, 12 лет, когда упущен тот момент, когда их можно говорить о нормальном развитии, потому что им всем ставят умственную задержку, они все находятся изолированы в кроватях или в своих палатах, у них нет общения, конечно, они все с задержкой развития. Но мы точно так же видим детей, у которых из-за неправильного введения уже удалена одна пучка, другая работает на 10-15%. И здесь даже иногда стоит вопрос не о том, какое качество жизни, а вопрос о спасении жизни, потому что у нас есть девочки абсолютно интеллектуально сохранные, у нас в клинике такие буквально в конце прошлого года были, но мы не смогли их оперировать, потому что у них есть возможность вертикализировать, убрать фиксацию спинного мозга, сделать ортопедическую операцию, но мы уже их не можем провести, потому что почка работает на 10-15% и риск оперативного вмешательства произошел. Сейчас решается вопрос о возможности пересадок почки. Поэтому оперировать, не оперировать их детей, на самом деле так вопрос не стоит. А если говорить, вот то, что перед этим был вопрос, внутриутробно, нужно генетически обследовать? Конечно, нужно. А в последующем, когда ребенок уже родился, ну, это уже такой больше научный интерес, какова причина возникновения этой дефекта. А мы, как врачи, должны имеющиеся проблемы решать, решать как можно быстрее и качественнее. Вот это наш подход к данным деткам. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. На самом деле, в нейрохирургии сейчас новый этап развития, в общем-то. Потому что раньше мы только могли мечтать о том, чтобы проводить операцию внутриутробно, и когда слышали, когда рассказывали, что там в США сделали, в Европе, в отдельных странах сделали, мы очень им завидовали. Сейчас, в общем-то, те технологии, которые существуют, позволяют делать эти операции у нас, и более того, в различных клиниках, и даже есть, насколько я понял, определенная конкуренция. в первенстве, в проведении этих операций, вплоть до развития некоторых конфликтных ситуаций. Поэтому то, что наша клиника идет, ну, не отстает, а идет вперед и вперед, очень замечательно. И то, что наша реагуляция, анестезиология позволяет проводить такие операции, на самом деле, вот сказать, многие ведущие клиники в Москве не берутся за операции даже у взрослых, при наличии, ну, даже сказать, не абсолютных рисков, а даже относительных рисков. И то, что вот делается операция таким крайне тяжелым детям, с высоким риском, в общем-то, летального исхода, и в общем-то, я считаю это большим достижением нашей медицины и наших специалистов в частности. Поэтому большое спасибо.